В Польше планируют построить 100 кольцевых дорог. Заполнение карт местонахождения при пересечении польской границы. Что это и зачем они нужны? Представители фитнес-индустрии подали в суд на Польшу из-за локдауна. Поляки не приходят за второй дозой вакцины от коронавируса. Нарушать правила дорожного движения в Польше станет дороже. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! 10 июля состоялась пресс-конференция о правилах въезда в Польшу. Изменения касаются в том числе людей, которые возвращаются из отпусков. Перед въездом в Польшу путешественникам нужно заполнять электронную карту местонахождения. А если это невозможно, карточки можно заполнить на бумажном носителе, например, в самолете, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Петр Вавжиков. Эта карта будет одним из условий пересечения границы и въезда в Республику Польша в условиях пандемии. Ранее были две категории людей, освобожденные от карантина. Те, кто въезжают в Польшу из Шенгенской зоны или европейского экономического пространства. Субботы к списку добавилась Турция. Люди, которые не имеют сертификата, не привиты полностью, но пройдут тестирование по турецкой стороне и окажутся здоровыми, смогут приехать в Польшу без 10-дневного карантина. Остальные обязаны отбыть самоизоляцию. Изменения вступили в силу с 10 июля. Министерство юстиции Польши разработало проект изменений в положении Дорожного кодекса, предусматривающий ужесточение наказаний для нарушителей с целью повышения безопасности на дорогах. Во-первых, максимальная сумма штрафа, которая уже более 20 лет составляет 500 злотых, будет повышена. Проект также предусматривает усовершенствование способов наложения штрафа. Он может быть наложен на основании регистрации фоторадаров. Водителям, замеченным в превышении скорости, значительно труднее будет избежать наказания, сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зёбра. По его словам, также планируется ужесточение наказания для пьяных водителей. Зёбра заявил, что актуальность данных предложений вызвана тем, что дорожно-транспортные происшествия становятся большой проблемой для Польши. Республика занимает четвёртое место в Евросоюзе по количеству аварий на 100 тысяч человек населения. Около 150 предпринимателей, представляющих более 500 фитнес-клубов в Польше, подали в окружной суд в Варшаве общий иск против польского государства. ИСЦ требует от властей республики взять на себя ответственность за потери индустрии, которое повлекло за собой введение локдауна из-за пандемии. Многим из-за отсутствия возможности принимать клиентов пришлось закрыться, что, по их мнению, противоречит праву. Напомним, что фитнес-центры и спортивные залы были закрыты в Польше во время второй волны эпидемии с октября 2020 года. Открыться они смогли только 28 мая 2021 года. Согласно данным Национального реестра задолженностей Польши, долг фитнес-клубов и спортивных центров в начале года превысил 14 млн. Депутаты Сейма Польши 8 июля абсолютным большинством голосов одобрили предложенную правительством программу по строительству ста кольцевых дорог в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба Сейма Польши. В документе предполагается, что к 2030 году в разных городах Польши должны быть построены кольцевые автотрассы и дороги, призванные повысить безопасность дорожного движения и вывести автомобильный трафик за пределы урбанизированных территорий. Строительство кольцевых дорог повлияет на улучшение качества жизни жителей многих городов и снизит количество пробок и загруженности городских дорог. В Польше участились случаи, когда люди не приходят получить вторую дозу вакцины от коронавируса. С начала июня известно о более 44 тысячах таких случаев. В Минздраве призывают не игнорировать вторую дозу вакцины, подчеркивая, что именно она гарантирует максимальную защиту. По последним данным, в Польше завершили курс вакцинации от коронавируса более 15 миллионов человек, что составляет более трети населения страны. Получили первую дозу и ждут вторую более 17 миллионов человек. Ранее похожие проблемы сообщили в Германии. А теперь к другим новостям. Уже с середины июля во Вроцлаве будут новые электрические велосипеды. Чем э-байк отличается от стандартного велосипеда? Наличие электроусилителя езды. Оплата будет взиматься с первой минуты. А также характерный желтый цвет рамы. 10 июля во Вроцлаве произошла авария, в результате которой гражданин Украины на пассажирском автомобиле столкнулся со скорой помощью перевозившей пациента. К счастью, никто не пострадал. Напротив, пациент, который перевозился в машине скорой помощи, заявил, что у него все хорошо и пошел пешком домой. На прошлой неделе из-за непогоды в Польше выпал град размером в 11 сантиметров. Стихия повредила 120 крыш, а троих детей госпитализировали. В общем, спасателей вызывали более 5000 раз. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!